Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья. Это телерадиоканал Страна ФМ. В эфире Роман Шахов, Александра Хайрулина и наши гости. Друзья, мы вас искренне приветствуем и невероятно счастливы и рады сообщить. Сегодняшний концертный зал имени Эльвиры Т. Привет, Эльвир. Всем привет. Привет, Страна ФМ. Привет, ребята. Мы тебя очень ждали. Такое ощущение, что тебя очень-очень давно у нас не было в гостях. На самом деле, да. Но, слава богу, мы знаем, что это происходило исключительно по хорошим поводам, потому что очень насыщенный график. И хотелось прийти, видишь, и презентовать новый альбом и спеть совсем новые песни, чтобы не повторяться. Да, ну мы, конечно, приветствуем Романа Эйфанова. Рома, привет. Привет, Рома. Спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня с нами. Ну и про новый альбом заговорили. Это, конечно, именно то, с чем мы тебя с Романом спешим поздравить. Зараза, друзья, появилась. Да, да, да. Везде, 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 где только можно. Можно уже скачивать. Но только носитель приобрести можно или нет, не знаю. Слушай, ну уже, мне кажется, носители уже в прошлом году. Это правда, да. Да, даже как бы коллекционно это нет смысла выпускать. Не, ну можно, ну просто зачем? Это никому особо, мне кажется, не нужно. Согласна, согласна. Поэтому сейчас главный носитель — это наш телефон, куда можно закачать, купить. Ну, даже уже сейчас же iTunes тоже закрывают с января 2019 года. То есть будет только стриминг, то есть будет Apple Music. Поэтому тоже вот сейчас как-то так. Ну, в любом случае, мы тебя поздравляем с пластинкой. Друзья, скачивайте. Слушайте, слушайте. Теперь просто слушайте, даже уже не скачивайте. Легальные устройства. Просто слушайте, платите за подписки. Конечно. И собирайтесь на концерты, на презентацию альбома «Зараз». 9 ноября в клубе «Москва». Ты все скажешь? Говори, говори, говори. Мне за это деньги платит специальное руководство в Москве. А в Санкт-Петербург будет слушать новый альбом «Эльвира и Тес», естественно, в живом исполнении. 5 декабря в «Авроре» концерт «Холь». Вот так. Да, 9 ноября, 5 декабря. Москва, Питер. Приходите, у нас будет лайв. У нас будет не акустика, не просто под минусовочку. А будет лайв. Будет все по-взрослому. Будет Ромка. У меня тоже есть поклонницы. Конечно. Будет еще классные ребята. У нас так будет, короче. Сколько ребят? Сколько в группе у тебя? У нас немного. Я и три человека. Но какие? Какая я и какие? Все классные. Все мы по душе. Прямо вот так вот все делаем. Поэтому будет... Ну, моя аудитория, я думаю, что понравится. Я сама очень жду и очень волнуюсь. Потому что я лайвом практически не то, что... Я очень давно не выступала полным лайвом. Поэтому я прям дико переживаю за звук, за все какие-то технические моменты. Но надеюсь, что все будет хорошо. Да все будет обязательно хорошо. Потому что альбом-то, зараза, очень хороший. Он оказался в хорошем смысле заразным. Заразительным, да. А клип твой, да, зараза, который в нашем эфире тоже замечательно зашел. За него у тебя отдельное спасибо. Какого сего Клодин? Вот так. Мы обязательно о нем поговорим. Возможности. Чтобы ты рассказала. Да. Но сейчас мы попросим исполнить. Зараза будет позже. Хорошо. Здесь будет песня. Без тебя мне не нужны вечеринки. Ты моя десятая попытка, но на этот раз удачная. Ты целуешь меня смачно-смачно. Снова мы на твоей даче, все как в первый раз. Где же ты был, мальчик, раньше, почему сейчас? Если ты рядом со мной, у меня выходной. Я не верю, но походу это экстра-любовь. Снова мы на твоей даче, все как в первый раз. Где же ты был, мальчик, раньше, почему сейчас? Если ты рядом со мной, у меня выходной. Я не верю, но походу это экстра-любовь. Ты как снег свалился на голову. Появился без всякого пути. Сидим в тонированной тачке, ты целуешь меня смачно-смачно. Снова мы на твоей даче, все как в первый раз. Где же ты был, мальчик, раньше, почему сейчас? Если ты рядом со мной, у меня выходной. Я не верю, но походу это экстра-любовь. Я не верю, но походу это экстра-любовь. Я не верю, но походу это экстра-любовь. Снова мы на твоей даче, все как в первый раз. Где же ты был, мальчик, раньше, почему сейчас? Если ты рядом со мной, у меня выходной. Я не верю, но походу это экстра-любовь. Снова мы на твоей даче, все как в первый раз. Где же ты был, мальчик, раньше, почему сейчас? Если ты рядом со мной, у меня выходной. Я не верю, но походу это экстра-любовь. Может быть, команды целые? Или вы таким образом высказываете мнение ваших поклонников? Не знаю, путем голосования было выбрано, как ты говоришь, вот такие самые-самые пять? Ну, наверное, не только мое мнение. Ну, я выбрала самые, которые, во-первых, я выпускала как синглы, то есть отдельно, в которых есть клипы. Ну да, самые популярные. Я же все равно понимаю, у нас же есть какая-то статистика. Конечно, опыт уже есть колоссальный. А опыт семь лет, да, Эливер? Правильно? Поправь, пожалуйста. Слушай, по-моему, десять лет. На самом случае, недавнее семилетие поклонники отмечали. В общей сложности десять у тебя. Клипу все решено. Но разве не семь лет исполнилось? В 2011 году, да. Что, не спорьте со мной, пожалуйста, с бёгра. С десятого года восемь лет, да. Ну, семь, восемь, да. Да, да. Вообще, как бы, вообще реально восемь лет. А я говорю про творческую деятельность. Ну, там уже 40 миллионов просмотров, понимаешь? Да, просто пугают такие цифры, поэтому я стараюсь вообще вот это не говорить, там, восемь лет там. Это очень много тебе кажется, да? Каждый, вообще много, и каждый раз я всё равно как в первой, поэтому я не хочу. Меня это, наоборот, в депрессию гоняет. Ну, неужели можно? Так, господи, сейчас те артисты, которым уже за 40, за 50, наверное, просто мне кажется разрыдались. Их вообще очень много что гоняет в депрессию таких артистов, и я их понимаю. Когда мне пишут комментарии, что-то типа «я выросла на твоих песнях», или там, например, не знаю, «моя мама с тобой училась в школе, а теперь я слушаю твои песни». Ну, что-то такое вот. Ну, меня такие вещи очень... Выбивают немножечко из колеи, в общем. Ну, типа «выросла» вот это всё. Ну, ты знаешь, надо сказать, что ты хорошо скрываешь по тебе и не скажешь, что ты в депрессии находишься. Я просто рано начала, то есть как бы поэтому, по мнению. В 15 лет? Ну, да. Ну, это, во всяком случае, общественность, там люди о тебе узнали, а само ты творчество гораздо раньше ещё началось. А, ну, в этом плане... Да нет, у меня глобально как и началось в 15, так и началось. Ну, то есть, ну, не знаю, ну, там, стихи начала, 50 лет, 12, наверное. Ну, как-то так. Ну, то есть, стихи, да. Лирочка, ну, вот уже два альбома, да, собственно, тоже есть чем гордиться. И большое количество клипов, хороших очень клипов, в которых ты выступаешь не только как актриса, надо сказать, замечательная актриса, но ещё и автор идеи, и чуть ли уже не режиссёр, так ли? Режиссёр. Я давно, на самом деле, режиссирую уже там много чего. Вот, ну, мне нравится это. Я, на самом деле, в детстве мечтала вообще поступать на режиссёрский. Да. В итоге я поступила на продюсерский, но это другая же история. Вот. То есть я реально режиссёром, кикмейкером я давно мечтала тоже быть, с детства. Так что это вот прям вот моё. Но тебе нравится на себя любимую работать в этом смысле? Или ты уже рассматриваешь предложения от других артистов? На самом деле, предложения от других артистов есть. Есть, вот так. Их уже немало, особенно после этого клипа. Но я пока не знаю. А ты пока не знай, как бы это официальная версия. На самом деле нужно, чтобы просто цена вопроса, она росла, росла, росла. Даже сделаю не в цене вопроса. Делаю, наверное, в каких-то других моментах. Ну и плюс у меня, на самом деле, просто своей очень много работы. Всё-таки я не клипмейкер, понимаете, да? То есть у меня, я всё-таки пою. Ну ты всё-таки артист, конечно, певица, прежде всего. Действующий артист, да, я там пою, даю концерты, пишу там новые песни и так далее. Поэтому у меня... А для того, чтобы снять кому-то клип, это большой творческий процесс. Надо погрузиться, конечно, в материал. Очень сильно погрузиться. И это не два дня съёмки. То есть съёмка, на самом деле, это самое, ну типа, ну не то, что простое. Ну плюс-минус, да. Самая сложная работа происходит до съёмки. То есть подготовиться к этой съёмке. Это минимум две недели тебе нужно потратить. И плотная работа. Вот, поэтому это очень сложно. Это должно очень сильно нравиться. Тогда, ну, деньги, это не важно. Ну и, в общем, так что, друзья, да, как-нибудь сами справляетесь. Да, может быть, со временем. Ольвер Тес, Азри, этого-нибудь побольше. Про заразу-то мы ещё поговорим. Давайте сделаем небольшую паузу. И вернёмся, да. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Друзья, сегодня в концертном зале у телерадиоканала «Страна.ФМ» Ольвира Т. Если у вас есть вопросы к Ольвире, к Роману, можно их оставлять в «Контакте» и «Страна.ФМ». Вопросы мы будем нашим гостям задавать. Ну, а если есть дикое желание просто как можно больше слушать любимую артейскую альбом «Зараза», находите, скачивайте его. И, конечно, готовьтесь к концертам, сольным концертам в Москве. 9 ноября и 5 декабря в Санкт-Петербурге. Вознавайте все подробности в социальных сетях. Ну, а сейчас следующий музыкальный номер. Давай, музыкальный номер. Вот вы любите добавить эпичности. А ты стоишь у моего подъезда. Про твои чувства знает уже весь двор. По тебе видно сразу, ты не местный. Ты ждешь, когда я выйду на балкон. Носишь мою фото, но видеть тебя больше не охота. Не стой под дверью, я уже не выйду. Обидишься или не подожди, что в сердце моем давно другое. А ты теперь мой антигерой. Буду рвать струны твоей гитары. Хотя тебя любила очень моя мама, Что в сердце моем давно другое. А ты теперь мой антигерой. Буду рвать струны твоей гитары. Хотя тебя любила очень моя мама, Мой антигерой, мой антигерой. Мой, 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 мой. Мой антигерой, мой антигерой. Мой, 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 мой. Мой антигерой, мой антигерой. Мой, 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 мой. Мой антигерой, мой антигерой, мой Прости меня, но это без ответа У нас с тобой не будет хэппи-энда Я сердце твое забрала в аренду Держи обратно и лети по ветру Кажется, что ты тут задержался Стоишь под дверью и все просишь шансов Не заставляй отсюда меня съехать Или для тебя это не помеха Что в сердце моем давно другое А ты теперь мой антигерой Буду рвать струны твоей гитары Хотя тебя любила очень моя мама Мой антигерой, мой антигерой Мой антигерой, мой антигерой Мой, 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 мой Мой антигерой, мой антигерой Мой, мой, мой Эльвира Тая Эльвира Тая Концертный зал Друзья, страна Айфрэнг и альбом Зараза Я сказала заразный, Эльвира не поправляет Заразительный Расскажи, пожалуйста, Эльвирочка Есть у тебя какой-то конкурс там Вконтакте Посвященный За что я люблю страну и фэм И ваше шоу за то, что вы самые Осведомленные Вы так готовитесь И это правда Мы, может быть, хотим просто поучаствовать Расскажи Большой, очень творческий конкурс Видеоклип на одну из песен альбома Давай, рассказывай Там песня, значит, участок антигерой Которую я спела В руки мне падает Мой парень псих Я полюбила бандиты Четыре песни, на которых нет клипа И поэтому я предложила ребятам Вот сделать что-то свое Хэштег Эльвира Т. Клип Да, у меня вот на страничке Эльвира Т. Клип Латинский Скажи, до какого дня идет До первого ноября Призы очень классные Свитшоты Я тоже про них позже расскажу Да Всякие дамы Мерч Билеты на концерты Леты на концерты От Росква Питера Для жителей города Татушки, которые вы так хотели Так, что еще там Ну, всякие штуки мои, да Значки там Ну, все Ну, скажи, что-то уже приходит? Да, уже приходит Ну, как правило Я сначала расстраиваюсь Что мало-мало-мало-мало заявок Я всегда, когда делаю видеоконкурсы Ну, как правило, люди просто готовятся И там, условно Да, и они чуть ли не в канун Потом заваливают Конечно В последнюю, да, неделю Они просто делают Потому что все-таки клип снять Это не так Конечно Ты такая интересная Сама говоришь Две недели у тебя идет подготовка Да А тут я хочу быстро-быстро Ну, да За полчаса Я очень нецерпеливый человек И призлали все Я только выложила конкурс Я через час уже прохожу по хэштегу И жду И жду Где, где, где мои участники? Да, ну, я думаю, что будут ближе Нет, там уже есть работы Но я думаю, что такие более серьезные Они будут Что-то, конечно Еще две недели Батой из Миронова Ну, конечно, пока они там Как минимум, две недели целых Даже чуть больше, да Ну, а теперь, конечно, мы должны тебя расспросить Про Эльвер Шоп Про как раз вот этот замечательный свиншот В том числе, который на тебе Чтоб было, что надеть, да Рассказать Вообще, на самом деле, это очень удобно Потому что, во-первых, это реально очень удобно Так Во-вторых, очень удобно носить И как бы рекламировать И приходить на съемки Тоже классно Ну, запариваться И тебе даже никто не может сказать Типа, а что ты в одном и том же Ну, это мой мерч Хочу в одном и том же Конечно Конечно Ну, вот, например, что изображено на этом свиншоте? Это у меня обложка песни В руки мне падай, я ее спою Вот, тут девочка падает в руки Все очень просто Да, но есть еще мутные Есть еще зараза У нас, да, у нас Под все песни мы сделали такие картиночки В таком вот стиле Не помню, как он называется Короче, да, вот такой стиль И мы вот его перенесли на свиншоты И теперь вот распространяем Среди нашей молодежной аудитории И не только на свиншоты Но еще и на татуировки То есть смываемые татуировочки можно Там же тоже есть Да, да, да И вот за это спасибо моему Любимому дизайнеру Жене его зовут Который, Женя, у него не грейс-арт И вот он, да, его немножко прорекламирует Конечно, конечно Что же ему будет очень приятно Потому что он реально человек тоже Короче, очень творческий, талантливый И выполняет все мои творческие Капризы Капризы, да Нарисую это, он все делает Надо сказать, что коллекции, друзья Разлетаются очень быстро и молноеносно Вот, например, мне же там одна футболочка понравилась Беленькая, а мне пишут уже все Солд-аут Кепки, бейсболки закончились Нет, ты реально Просто реально у нас Да Ну, я говорю правду, конечно Это тебе что ли отвечал наш чувак? И мне в том числе И не только еще Почти всему коллективу страны ФМ Нет, потому что у нас действительно Нет, у нас на самом деле Самое хитовое Это кепки, но они правда закончились уже Надо шапки делать Очень классная надпись Не будь дурой Шапки, это просто, понимаешь Шапки, это вот короткий сезон А я люблю именно подольше Вот, молодец Вот И у нас сам хитовый, да Это, короче, кепки наши Не будь дурой Которые вообще спонтанно родились Это не я придумала Даже мне просто предложили Давай сделаем Ну, давай Ну, это слова из твоей песни Не то, чтобы совсем спонтанно, да Но я не думала, что это так Действительно зайдет И будет популярным Потому что Это такая, как бы, фраза Ходовая То есть она популярна И даже не обязательно быть моим поклонником Чтобы, как бы, носить такую кепку Вот И у меня очень популярны худи Мутные и мутные Вот прям просто Вообще очень популярны Песни год Я тоже еще не спою Песни год уже Эти худи, они просто вообще Этих мутных Все больше и больше Не то, чтобы по Москве Или по Питеру Или по родному Саратову Родному городу для Эльвира Но еще и по всей России Я, кстати, представляла Доставка по России бесплатна Ну, разве это не прекрасно, друзья? Это только у нас так Понимаете? Сейчас многие артисты сидят и записывают Как надо с мерчем работать Ну, что прочее Я посмотрела, как у других У всех дорого раз Реально дорого Они что, хотят на этом заработать? Конечно Конечно Раз концертов нет Хоть на этом думают заработать Конечно На этом не заработать На мерче не заработать Мерч — это Это не бизнес Ну, вы сами понимаете Работаете на канале Знаете, что такое Мерч канала Это популяризация Твоего творчества Твоего бренда То есть понятно, что Можно сделать ставку На заработок Но мы на нее не делаем ставку Мы делаем ставку На музыку На хорошую музыку Сейчас следующий трек Да, можно исполнить? Вот, да Я в старой твоей олимпийке Мы пьем за наше здоровье до десяти Бокалов потрях В дешевых ботинках Мы не хотим дорого платить Мы самые ненормальные в этом городе И я что-то чувствую к тебе Вроде бы с первой ноты угадаю Твою мелодию, твои глаза Я одна не доеду, проводи Ты же тоже будь не любишь один Любовь отправим на карантин Не держи меня в клетке Лучше меня отпусти Лучше меня отпусти Мы одни в квартире На жестком стиле Не зоны доступа для всех Но друзья нас простили Ты такой мутный И почему-то я хочу сбежать от тебя Каждое утро Мы одни в квартире На жестком стиле Не зоны доступа для всех Но друзья нас простили Ты такой мутный И почему-то я хочу сбежать от тебя Наши стопы бывшие Пусть дальше врут Что он без нас хорошо Не знаю, как твое Но мой прошлый парень Я в нас катушек сошел Нам круто вместе терять сознание Можно покачать, да? Сухие ноги в ад Я одна не дойду Проводи Ты же тоже быть не любишь один Любовь отправим на карантин Не держи меня в клетке Лучше меня отпусти Лучше меня отпусти Мы одни в квартире На жестком стиле Не зоны доступа для всех Но друзья нас простили Ты такой мутный И почему-то я хочу сбежать от тебя Каждое утро Мы одни в квартире На жестком стиле Не зоны доступа для всех Но друзья нас простили Ты такой мутный И почему-то я хочу сбежать от тебя Каждое утро Хочу сбежать Хочу сбежать от тебя Хочу сбежать от тебя Хочу сбежать 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 Мы одни в квартире На жестком стиле Не зоны доступа для всех Но друзья нас простили Ты такой мутный И почему-то я хочу сбежать от тебя Каждое утро Мы одни в квартире На жестком стиле Не зоны доступа для всех Но друзья нас простили Ты такой мутный И почему-то я хочу сбежать от тебя Каждое утро Каждое утро Не будь мутным, чтобы девушка не сбежала Смотри, слушай Страной ФН, друзья Да, нужно бежать 9 ноября на концерт Ильвира И ты в Москве А 5 декабря в Питере Ведь это не просто концерты Простите концерты в своих городах Да, потому что гастрольный график Еще выстраивается Об этом гласит официальный сайт Эльвиры И все-все-все соцсети Не так давно у тебя прошел концерт в Германии Да Я просто не люблю Германию Можно я не буду о ней говорить Хорошо А зачем ты поехала туда? Ой, не спрашивайте Заставили Да, реально Деньги были уже переведены Поэтому Там сложная история Да, такая Дружеская Да, вот Поэтому Скажи, любишь ли ты тогда Португалию? Португалию люблю больше Да, нормально Давай про Португалию тогда Португалию люблю больше Да, у меня там живет Тетя, да Так оказалось, что у меня там живет Нет, не оказалось Короче, у меня там живет тетя Очень много лет, как ты сообщаешь Инстаграм своим подписчикам Очень много лет Ну, короче, много 14 лет Это много Живет в Лиссабоне И я все туда не ездила И я вот, короче, решила Раз я в Германии Заскочу Короче, я В Португалии В Лиссабончик В Португалию Да, я прям вообще так Ну, прониклась Мне понравилось, да Клево Вдохновляет ли? Ну, Москву я люблю больше А вот Нет, у меня на самом деле Европейские города Меня на песни Они меня не вдохновляют Ну, прикольно погулять Посмотреть Не то, что европейский Даже море и океан тебя Не всегда вдохновляет Например, на Шри-Ланка Как-то состоялся Ну, меня вообще Отдых на творчество Не вдохновляет Правильно То есть, что ты нормальный человек Отдых должен Вдохновлять на отдых Вот, да А что, когда ты еще пишешь Когда работаешь Еще отдыхаешь Тоже писать Это неправильно все Ну, как бы да, поэтому Для тебя это такой процесс Ты признаешься в интервью Всегда, что тебе нужно Обязательно остаться в одиночестве Да, мы про написание Песен сейчас говорим Да, мне нужно быть одной В комнате Лучше вечером и ночью Вы все знаете Вообще Может быть Вдруг что-то поменялось Понимаешь? Я как раз это и хотела узнать Ничего не поменялось В принципе, ничего не поменялось То есть, рабочий процесс Он абсолютно тот же Ну, да Не, ну Ну, да Да, да И вот сейчас вот я временно не могу Писать песни Потому что у меня сломалась Короче, у компьютера штука одна И я прям вот Я подумала, что это знак, короче Что немножко нужно успокоиться Потому что я только что выпустила альбом И хватит писать Потому что я каждый день пишу Какие-то песни Какие-то строчки Что-то пишу Ну, видимо, ты не можешь не писать Это нормально же для творческого человека Я не могу не писать Да, у меня ломка Как у комана Поэтому пиши Бери блокнотик и ручку Да, но я не могу Вот, мне нужно Тебе нужно не напечатать Нет, у меня Даже там дело не в этом Там сломалась, короче Штучка Какая-то подключается Колонки Да, все работает Просто мне нужно, чтобы играла музыка Короче, не заморачивайтесь, пожалуйста Это так интересно Просто я не могу Как бы писать Нормальные песни Вот, и меня это очень Вот прям ломает Реально ломает Ты же понимаешь, что сейчас огромное волнение Вызвало у поклонников Конечно Потому что вышел альбом И они через неделю Уже начали писать какие-то новые песни Ну, конечно, целых 7 дней Ну, самое главное Ты успокой, пожалуйста Я отдыхаю Ты будешь ремонтировать свой компьютер или нет? Да, вот на днях Я повезу компьютер И я нашла способ Я все равно пишу Но пока пишется какая-то пигня Расскажи, ты ли написала сценарий для клипа «Зараза» То есть ты его снимала как режиссер Ты там играла Сценарий твой? Слушайте, мы Сценарий, короче, полтора года Мы вместе все делаем с моим Творческим союзником Реально Моим soulmate Реально Прям вот настоящим Я не люблю разбрасываться этим словом Вот это тоже мой, кстати, soulmate Я не разбрасываюсь Вот реально Вот И вот в плане видео Вот Леша Малахов Леша 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 Лишь мое имя так мало Вот, короче В конце программы повторим еще обязательно Привет Леша Малахов Леша Леша Алексей Малахов Да, давайте так Он бьет, конечно Короче, мы вместе с ним там что-то придумали Я уже даже не помню, что Ну, то есть, знаете, сценарий Это такая вещь За полтора года там все менялось И когда ты открываешь какую-то первоначальную версию Ты уже забываешь вообще, что там было Там меняется все вот вообще в процессе Поэтому нет такого Ну, то есть, кто-то задает вектор И как-то вот мы это все разбиваем и делаем Ну, история такая сложная, драматическая История из жизни вы хотите спросить? Ну, нет, я как кто-то спрашивает Это было с тобой? Это было с тобой? Мы хотим спросить о судьбе артиста Павла Который снимался Который сыграл там плохого парня Да Как вот он сейчас поживает Да Просто настолько человек Вошел в образ Во-первых, вошел Во-вторых Так и не вышел Во-вторых, человек реально Ну, как бы люди реально поверили Убедителен Простите Да, да, да Плохих таких слов, которые были написаны в комментах Люди вот реально верят, что это То есть, они прям его, конечно Что ты его на улице нашла Обругали Я не знаю Надо у него поспрашивать подробнее Мы скоро к нему идем на спектакль Угу Человек Актер Играет в театре имени Вахтанга Вообще, очень круто работать с актерами Потому что вот в «Не будь дурой» у меня тоже играет актриса профессиональная Здесь играет актер профессиональный Павел Юдин, да, давайте Паша Юдин Паша Юдин Он тоже, наверное, любит, когда много раз о нем говорят Короче, да Я люблю работать с актерами Ну, в смысле Ну, это уже говорит режиссер настоящий Я люблю работать с актерами Ну, потому что им не нужно вот потом На пальцах объяснять, показывать что-то, да Они с полуслова буквально понимают тебя Да, 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 так что, так что да Этот клип вышел у тебя 14 сентября Так же, как альпом А следующий, когда нам ждать примерно? До конца этого года что-то будет или уже в следующем году? У меня уже есть придумка следующего клипа Да Я не скажу, на какую песню Хорошо Хотя я уже придумала Ну, понятно Но я потом сделаю конкурс Поклонник этим выберите Какую песню, ну, какую вы хотите Ну, я на самом деле уже решила На самом деле уже все решено Все решено Вот, да, я не скажу Но это песня из альбома В поддержку Вообще, если бы я могла Если бы у меня была такая возможность И материальная, и физическая Я бы на все песни делала клип Но я и так максимально делаю Я придумала уже все Ну, наверное, мы будем снять либо в декабре После, короче, концертов этих больших Потому что очень много сил на это уходит Либо в январе Ну, это тоже будет классно Ну, судя по всему Это будет красивая зимняя история Если, конечно, ты не уедешь И куда-нибудь не улетишь На море Ни в коем случае Это будет не красивая А не зимняя история Вот так Готовимся Это будет еще круче, чем зараза Это будет другое просто Там просто не будет истории Она будет на другом основана Короче, мы еще продумываем Вот И скажу, до какой песни Но я прям эту песню Я прям Я прям себя буду ненавидеть Если я ее не экранизирую Как все серьезно Как все серьезно Мы ждем А вот эти идеи Откуда ты их берешь? Ты посматриваешь в фильмах Или, может быть, это действительно В твоей головушке светлое рождается? Все это как-то вот само вот происходит Ты просто вот все фильтруешь Все витает в облаках Ты это улавливаешь И воплощаешь Мало того, что у тебя канал Здесь стихи Здесь канал музыка И канал режиссура еще открыто С этой историей тоже есть и фильмы Есть и сериалы То есть это вообще не новое как бы Ну, глобально так, конечно Вообще ничего нет нового Все придумано Все песни придуманы Все мелодии, все есть Вопрос, как ты это Но все-таки заразу придумала ты Как ты это реализуешь, да Заразу придумала ты А сейчас будет зараза? Кстати, или нет? Нет, нет Если у нас по плану что-то другое Да, у нас в руки мне падает Давайте тогда Которая вот обложка вот эта Зараза Ты как вкопанный, я тоже Мы уже минут пятнадцать стоим в прихожей Что с тобой и со мной творится Перешли давно разумные границы Эмоции свежей, все такое новое Я уже неделю ни ночевала дома Мы не делаем ничего плохого Хотя ради тебя я на все готов Вроде мы далеко не бездельники Почему вечно? Тогда мы без денег Мы потратили все на кроссовки Мы тут самые крутые И инфо сотка Наши чувства в зените И нам вряд ли получится скрыть их Ты снимаешь зажим Сильнее алкоголя Это как авария на скорости Но по тебе я скучаю Хоть ты рядом, рядом, рядом Сори, что вначале Я выпускала яды, яды Говоришь, малая В руки мне падает, падает, падает Я посвящаю тебе эту балладу Что ты будешь делать без меня? Я улетаю всего лишь на два дня Вокруг одни лицемеры Но надо сохранять нервы Пока морщины не загадили лицом И сердце не облито свинцом Целуй меня, пока я свежа Так будет не всегда, как бы не было жаря Сердце билось, как море оскалы Я тебя так долго искала Я хочу в начало, в самое Я хочу пережить все заново Сильно магнитит, я не отрицаю У тебя ничего нет, кроме хаты вца У меня ничего нет, кроме этих треков Я никто без хитовых куплетов По тебе скучаю Хоть ты рядом, рядом, рядом Я выпускала яды, яды Говоришь, малая В руки мне падает, падает, падает Я посвящаю тебе эту балладу По тебе скучаю Хоть ты рядом, рядом, рядом Сори, что в начале Я выпускала яды, яды Говоришь, малая В руки мне падает, падает, падает Я посвящаю тебе эту балладу Студия восемьдесят девять и девять Концертный зал Друзья Эльвира Т по-прежнему в гостях у телерадио канала Страна ФМ Мы слушаем очень красивую музыку и роскошные баллады Из нового альбома «Зараза», который уже доступен Нового альбома «Зараза» слушайте У нас уже почти два миллиона прослушиваний ВК только на альбом И плюс на весь альбом Поэтому заходите в ВК, слушайте легально Слушайте в Вуме, слушайте в Apple Music, слушайте в Google Play Везде, везде, везде Приходите 9 ноября в Москва Холл на концерт 5 декабря в Питер Спасибо, что я сказала 5 декабря в Питер И ждите концертный тур, который будет в следующем году И принимайте участие в конкурсе, снимайте клипы на песни из нового альбома «Зараза» Да, четыре песни «Антигерой», «Мой парень псих», «В руки мне падают», «Я бы любила бандита» Четыре песни, на которые я даю вам, пожалуйста, фантазию Скажи, пожалуйста, в интернете очень много выложено видео, где девчонки поют твои песни Да Абсолютно они разные, но видно, что они это делают любя Они это делают прочувствованно Они это делают очень-очень искренне, с огромным уважением Наверняка тебе пишут еще куда-то, возможно, в директ или в общем доступе Ты же в комментариях пишешь, послушаете С благодарностью Ты написала про меня песню Ой, ну это я такое, это я слышу 15 лет Каждый день по 100 раз, да? 15 лет, когда я еще первую песню написала Ну, конечно, но я уже к этому спокойно отношусь Конечно, конечно, я про тебя писала Я песню изменила чью-то жизнь Ну, мне такого пишут очень много Хотя я не очень понимаю, как песня может сменить чью-то жизнь, если честно Ну, я такое, ну, правда, я не понимаю искренне Ну, как, например, не будь дурой Человек подумает действительно и скажет Что, как это ты дура, я все, не хочу быть больше дурой А, был такой твит, очень популярный Там прям было много репостов Типа, если вас, короче, если внезапно резко всех начали бросать тёлки Значит, короче, вините в этом все Эльвиру Те Она написала песню не будь дурой И, типа, массово всех начали бросать Вот, это было смешно Ну, и там тоже писали Писал какой-то мальчик тоже смешной твит Что-то, типа, скажите, пожалуйста, какую литературу Блин, я не помню, сейчас не вспомню Короче, это было смешно Чтобы не бросали, да, девушки, чтобы почитать мужчину А, нет, вот так, типа, какую литературу спрятать от девушки Чтобы она до сих оставалась дурой Потому что она скоро все поймет Вот так, какой молодец Это было очень смешно То есть ребята тебе тоже пишут, получается Это не только девчонки, твоя аудитория Но и парни тоже слушают Да, парни тоже слушают Да, но вот какие-то песни у меня конкретно Рассчитаны на мужскую аудиторию Ну, там есть песни, да А мой парень псих Эту историю как воспринимает мужская половина земли? Девочкам понравилось Ну, мальчикам тоже, кстати Да? Да Сама ты псих, например, не писали? Что? Сама ты псих не писали тебе в ответ? Нет, нет, нет Ну, ты знаешь, мальчики такие Странные мальчики Ты слушаешь сама в плеере мальчиков Девочек Мальчиков Да Кто эти мальчики? Рэперов Рэперы, может быть, не только рэперы Ну, мне Ну, я постоянно говорю Ну, мне нравится Мне нравится Уикенд Мне нравится вот Постмалон Вот это мне нравится Только мальчиков Мне не нравятся вообще девочки Которые, в смысле Которые поют, конечно Конечно Да, правда Ну, мне нравилось какое-то время Риану очень сильно Вот А потом я побывала на ее концерте И все И вот, знаете, это такой Вот ты вот Тебе очень нравится Ты все смотришь Нет, мне все очень понравилось Ну, все Просто ты ее, мне кажется, переросла уже Ну, типа вот Отлегло Нет, мне она очень нравится Она сейчас отдыхает Ну, в плане того, что Она сейчас не делает Каких-то громких работ Ну, то есть, нет У нее есть релизы Большие, но Ну, морально, мне кажется Она отдыхает Потому что она очень долго была Суперстар Ну, в общем, да Всему свое время И я думаю, что будет оставаться, конечно И вместо посудов Речка, ты мне скажи, пожалуйста А твои вот планы На какое-то ближайшее время Они грандиозные? Твои, твои, да Сольные, твои Ну, понятно, два концерта Еще один клип мы ждем Как минимум Для меня очень важен тур Потому что у меня Очень много пишут людей Типа, когда ты приезжаешь в город К нам, когда к нам Да, да, да Разные города И я поэтому Вот сейчас мы составляем Вместе с концертным директором Тур Потому что это очень Это очень сложно на самом деле И у меня не было туров Вообще вот таких вот прям То есть я ездила по городам Ну, это другое Когда ты просто ездишь по городам Разным А это тур Ты составляешь все У тебя каждый день Да, это ты когда садишься в самолет И по городам, по городам, по городам Ну, типа там, да Возвращаешься через полгода Где-нибудь так Да Ром, ты готов к этому? У Рома Это опыт большой Слушай, вот готов к этому Да, поэтому сейчас вот составляем эти города Тоже я принимаю заявки у себя в дирекции Ну, в плане того, что люди там Ну да, где что-то конечно Приедут в Воронеж, приедут в Астрахань Везде хочется приехать Люди, конечно, так хнычут Так хнычут Сайт лучше в Инстаграм, да? Сразу советуешь Или Ну, все понимают, что сейчас самая популярная соцсеть Это Инстаграм Нет, ну, я все равно на это реагирую в любом случае То есть, если будет очень много запросов от определенного города Естественно, мы будем пробивать площадку и сами там сделать Или не знаю Ну, а если пофантазировать лет через 20 Ты можешь себе представить? Может быть, ты видишь себя? Я понимаю Я сейчас просто сразу отвечу Мы вообще Вот иногда пролистываешь на себя год назад Да Ты думаешь, это кто вообще? Кто это? Ну, кто этот человек? Еще два года Ты вообще не понимаешь Поэтому мы вообще не знаем, что будет через год Что там сплетет в голову Как ты будешь себя видеть Какие ты будешь клипы снимать Ты вообще ничего не знаешь Поэтому, вообще, планировать это, по-моему, очень плохое занятие Нужно, ну, нужно не планировать Ну, знаешь, некоторые артисты, которые приходят и к нам в том числе Рассказывают планы реально свои Ну, как, они говорят, да Я хочу собрать олимпийский, например Или три дня хочу в олимпийском, чтобы в аншлаг Да Ты серьезно это говорят? Не стесняют? Абсолютно, да Ну, хотя, может быть, они проверяют реакцию нашу Каким образом зрители и слушатели Что они напишут Именно поэтому мы сидим, понимаешь, чтобы Не упасть Да, вот Ну, я скажу Такое, да, то есть Как бы реально То есть В следующем году я еще хочу выпустить альбом Хочу Я уже там Накидала что-то, напишу Я задрала себе большую планку по видеоработам, я считаю Я этого очень Я очень боюсь делать видео хуже Ну, то есть Поэтому мне нужно постоянно, постоянно, постоянно Развиваться в этом Развиваться в этом, да? Ты что для этого делаешь? Ты учиться пойдешь или будешь самоучкой здесь? Нет Учиться это все не поможет Не поможет Нужно просто постоянно быть на волне В плане В курсе всех событий Смотреть видеоработу Анализировать Впитывать все Не зазнаваться Учитывать В общем, быть в профессии, да? Быть в профессии и не ржаветь Быть в профессии максимально, да Конечно Ну, вот что касается не зазнаваться Я что хочу сказать по личным наблюдениям Потому что Елена нисколько не изменилась Вот с момента нашей последней встречи Я не имеюсь Ну, слава богу Ну, вот в смысле как раз, знаешь, звездной болезни Что ты Она тебя не накрыла А может быть она как раз тебя накрывала В тот период, пока мы не виделись Не знаю А сейчас отпустила Ну, теоретически Как ты думаешь, такое вообще возможно, что когда-нибудь Ты так прям задерешь Да, носик Кто это? Мы знакомы с вами? Нет, нет Такого не будет Потому что Потому что я, наверное, очень давно в этом Я с детства как бы ощутила вот эту всю историю Я на самом деле У меня бывало такое, что я что-то читала, как я отвечала людям Когда мне было Не знаю, лет 16-17 Что я отвечала и как я отвечала И мне очень стыдно И я не думала тогда Ну, ты же не грубила, не хамила при этом Дерзила Ну, как-то я не очень красиво отвечала И сейчас мне кажется, что Я не считаю, что у меня была звездная болезнь Ну, просто вот какое-то Ну, понимание, что ты особенная Да, другая просто отличаешься Да, 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 да Сейчас у меня такого нет Я уваживаю Нет, ну, я не говорю, что у меня такое было, да То есть на тот момент это не ощущаешь Это юношеский максимализм Может быть что-то такое Вот возможно, да Ну, я просто анализирую, смотрю, и мне не нравится Вот, я не думаю, что мне это коснется Потому что Ну, мне кажется Главное Ну, короче, не будет Ура Не хочу сейчас никого обижать Ну и не надо, конечно Но мы для этого собрались Чтобы кого-то обижать Мы вообще Никого не обижаем в стране ЭФМ Мы уже собрались Для того, чтобы Послушать, да Во-первых, тебя Ах, вот она Да Я и днем вижу сны, честно Но тебя никогда в них нету И тебе, вероятно, тесно Быть чужой голове и куплетом Столица мне все рассказала Про тебя и твои приключения Ты другим показался сначала Отчаянным, неподдельным Ты смотрел на меня и не верил Что так сильно тебя полюбили Если мы попадем на тень Мы испортим хорошие фильмы Я тебе много не рассказал Да и в этом уже нету толку Пусть тебя привозят в вокзалы Только не на мою остановку А ты же говорила, мама, сразу Что это не любовь, это зараза Мама, пойми, отключилась сразу Будто с тобой так не было ни разу А ты же говорила, мама, сразу Что это не любовь, это зараза Мама, пойми, отключился разум Будто с тобой так не было ни разу Ты отдал мне без страховки Своё сердце на распашку Столичный мэр сносит хрущевки В которых нам сносило башню Каждый день примерно тысячи Твоих одержимых сообщений Иногда ты меня вообще не слышишь Будто мы с тобой в разных измерениях Даже если зима за окном Мне на градусы будет плевать Я в одном платье без пальто Выбегу, чтобы напоследок тебя обнять Ты влюбился без памяти по уши И, наверное, так будет всегда Помнишь первую встречу Прошло лет с туши Если б можно было, я бы тогда не пришла А ты же говорила, мама, сразу Что это не любовь, это зараза Мама, пойми, отключилась сразу Будто с тобой так не было ни разу А ты же говорила, мама, сразу Что это не любовь, это зараза Мама, пойми, отключилась сразу Будто с тобой так не было ни разу Которая только что прозвучала Это еще и клип, который вы наблюдаете В нашем эфире ежедневно За который голосуете Спасибо, страна FM, что крутите Что поделитесь Ну как мы можем Наши сразу за вами письмами 2 миллиона 309 тысяч 184 просмотра сейчас Да, настоящий, настоящий Ну, друзья, зараза Это еще, конечно, альбом абсолютно новый Который доступен на всех платформах В площадках скачивайте И собирайтесь на концерты Москва 9 ноября Питер, 5 декабря И остальные города Ищите себя в социальных сетях у Эльвирты Да Роман, тебе огромное спасибо Респект, как всегда Роман Ефанов, да Лидер, гитарист Ну и, конечно, Эльвичка Мы тебя очень любим Успехов тебе И всегда очень-очень-очень рады Эльвирты, друзья Спасибо До новых встреч Студия 89,9 Концертный зал